Дорогие друзья, всем здравствуйте! Это программа «Лучшая в стране» в студии Лизы Калинина. И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. Группа «Правада» в эфире «Страна ФМ». Привет! Ребята, привет! Представляю, у нас в студии сегодня солист группы Юрий Заслонов. Юра, привет! Привет! И гитарист Сергей Андрюшак. Ребята, ну как вы? Здравствуйте! Хорошо? Я не выспался. Не выспался? Ну чуть-чуть, ну ничего. А я знаю почему. Потому что вчера был крутой концерт в Петербурге. Да, абсолютно верно. А сегодня идет такой марафон, потому что сегодня уже 17 августа «Мумитрольбар» тоже ждет вас и ваших поклонников. Да, ты знаешь больше меня. Ну, усталость накопилась, да? Да нет, на самом деле я бодрячком просто всегда до 4 вечера, если я не высыпаюсь и пребываю в таком состоянии, а потом что-то во мне дает новые силы. Переключается. Ну плюс концерт, заряжусь, посплю в поезде. Мы про концерты поговорим. Вот сейчас вы так очень наблюдали за своим же клипом, который у нас сейчас шел, и песней. Как ощущения, как себя видеть в экране? Ну то есть уже такое привычное состояние, или всегда такое, ой, ё-моё, вот то надо исправить, это так, это круто, это не очень? Мне на себя тяжело смотреть всегда в клипах. Да? Да, это давно во мне, и до сих пор не прошло. Но единственное, что я в себе понял, это то, что клип лучше смотреть спустя месяца 3 после того, как ты его посмотрел первый раз, и уже тогда давать оценку. Потому что вот сейчас я посмотрел клип, мне на самом деле очень понравилось. Да, прям действительно понравилось, как будто не я. Да? А где снимали, кстати? Снимали в Шанхае, в Китае, с кучей приключений. Там у нас срывались модели, девочки, которые должны были играть, актрисы. Ну, главная красотка, как всегда, должна. Ну да, главная красотка. В итоге первые три дня мы просто потеряли, и все сняли за один четвертый, по случайности, встретив вот прекрасную Марину. Марина, привет, спасибо тебе. Вот девушка, которая модель, да, красивая. Мы нашли общих знакомых в группе ФПГ, она с Ростова-на-Дону, и достаточно было двух минут, чтобы поговорить, потом мы уже как-то сошлись с характером, и очень крутая девчонка. Да вообще у вас как-то, я смотрю, когда читала тоже разные интервью ваши, у вас какая-то череда случайностей, у вас все время какая-то, ну не знаю, не магия, но какие-то приключения такие хорошие, да, и что-то выплывает, бац. Ну, вот случайность и шанс — это ваши слова, мне так показалось. Ну, так и есть, просто мы не в офисе работаем для того, чтобы у нас что-то было размеренное, да, у нас все на этом... И стабильно, и стабильно. Да, все на этом построено. Что не событие, то случайность. Да, ну приятно, такой выстрел всегда. Вчера был концерт, и сразу сегодня, то есть как вы находите силы в себе, чтобы, ну, как-то отдохнуть, или об этом не идет речи даже? Да не так это было плотно сейчас, чтобы сильно устать, во-вторых, это всего два города, поэтому мы пока не вымотались. Если городов 10, тогда да, ты уже устаешь к концу тура. Но сейчас силы есть, потому что вчера в Питере был просто огонек. Классно было? Очень круто. Ой, супер, поздравляю душу. Да, спасибо, хай-хэт, всю крышу. И сегодня, вроде, по прогнозам, тоже мумитроль будет полный, поэтому, я думаю, жарко будет. И Москва всегда на треть ярче, чем Питер, с точки зрения восприятия. Да? Да, здесь люди горят на концертах гораздо сильнее. Не, мы Питер любим, нет? Нет, поэтому интересно, потому что все говорят по-разному. Вы петербургская группа, вот надо сказать, кто не в курсе, права из Питера. То есть там дома не так ярко вас принимают, как в столице, в Москве? Там по-другому, там как-то как в семье, то есть ты приходишь домой, да, как на кухне, там люди, они иной раз не позволяют себе как-то дико прыгать, да, потому что... Ну, как родные, мой, хорошенький. Да, как родные, да, они слушают, они стоят, они поют. А Москва, они как в последний раз всегда, то есть ты выходишь и там с первой песни, то есть все, в пляс. А Питер надо чуть-чуть разогреть, распеть, раскрепостить, и потом уже наши снобы питерские только начинают отплясывать. Я думаю, на московские снобы, а не питерские. Да нет, Москва насколько много работает, настолько ярко отдыхает там. Слушайте, интересно. Ну, сегодня увидим, друзья, сегодня концерт в метро и баре. Во сколько? В 9 часов мы стартанем. В 9 часов вечера. Приходите к 8. Да, придем обязательно. Друзья, у нас сейчас небольшая музыкальная пауза, мы продолжим, а группа «Провады» нас потом еще порадует музыкальными подарками вживую, так что очень будет круто. Оставайтесь с нами. Друзья, «Лучшее в стране» продолжается. Группа «Провады» сегодня у нас в гостях в студии Ильи Закалинина. Напомню, парни сегодня выступают в «Умитроль-баре». В 9 часов будет классный старт, но зрители и слушатели страны FM особенные, поэтому у нас вживую сейчас такой небольшой свой будет концертик. Ребята вживую исполнят песню «Вика». Вот, да? Правильно говорю? Все верно. Несколько слов. Это какая-то особенная Вика или Вика просто имя классное? Вики нет. Вики не существует. Это просто собирательный образ. На имя-то красивое. Ну да, просто рифмовалось хорошо. Пуха, праха, смеха. Слушай, это прикольно. Ну что, давайте тогда время терять не будем, друзья. Прямо сейчас в нашем эфире песня «Вика». Как на концерте, да? Просает в сторону и резко все вернет назад. Как будто порох в ней, и что же дальше ее ждет? Нет желания хоть раз нажать на тормоза. Пускай занесет, пофигу, все, она такая вот. Пусть несут любые сказанные мной слова. Пусть, кстати, мне не хватает тех же слов. Я говорю на раз, а вот, но даже два. И что я несу, что ты несешь, зачем все это вот? И в понедельник снова, проснувшись на работу, переварив на свежий вчерашний наш бардак, я понимаю, что рубляться снова не охота. И без нее, походу, проще, но в целом никак. Она бросает на меня свои взгляды украдкой. Я кратко их ловлю, управляю ей же вновь. Пускай вы назовете это болезнью ребятки. Я отвечу вам, такая любовь. Но в жизни новой эстры просто ссоримся по пусти. Разом закипает в венах кровь. Светы дикой ежевики, я без ума отвеки. Людям не болеть никак, только с нею плавится декабрь. Разом застывает в венах кровь. Вот она, любовь на пике, я без ума отвеки. Я так люблю тебя, послушай, говорит она. Меня мутит, правда мутит с этих слов. Затянулась, это ненормальная игра. Две дураков, без игроков, чё за прикол такой, Как может быть спокойно, так вдвоём по вечерам. Когда с утра она была готова всё спалить, Ты победила снова, я походу проиграл. Выход один, надо идти, но не могу уйти. И будто всё самое лучшее на континенте Перемешалось с худшим из мировых катастроф. Я на секунду растворяюсь в этом моменте, Лишь наблюдая, как волосы пали ей на лицо. Она бросает на меня свои взгляды украдкой. Я кратко их ловлю и отправляю ей же вновь. Пускай вы назовете это болезнью ребятки. Я отвечу вам, такая любовь, но в жизни новая строка. Просто ссоримся по пустикам, разом застывает в венах кровь. Цветы дикой ежевики, я без ума отвики. Людям не понять никак, только с нею плавится декабрь. Разом закипает в венах кровь. Вот она, любовь на пике, я без ума отвики. Вика, 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 в жизни новая строка. Это пьяно, грязно, мило, тихо. Цветы дикой ежевики, я без ума отвики. Вика, 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 людям не понять никак. Столько пуха, праха, смеха, крика. Вся любовь на пике, я без ума отвики. Ребята, очень круто. Браво! Супер! Слушайте, вот мне всегда было интересно. Мне реально очень понравилось, честно. Я, кстати, иду сегодня к парням на концерт, они об этом еще не знают. Вот вам нужна обратная реакция, когда написали песню? И если да, то от кого? Ну, то есть, чтобы дали какое-то одобрение, что ли? Либо вы уже такие самодостаточные, все знаете, что хорошо, что плохо? Да... Ну, какой-то комментарий, критерий, критика? Во-первых, мнение. Мнение — это такая штука очень личная. Субъективная. И, в принципе, ну, есть люди... Это такой праздный вопрос, мне просто, ну, вот, интересно. Написалась песня, вроде классная. И вот куда идет она дальше, то есть показаться? В Инстаграм сначала. А, да? Да, ну, припевчик, как правило, я запиливаю в Инстаграм, а потом ребята пишут комментарии, можно воочию посмотреть, просто как люди на это реагируют. Ну, а вообще я песнями редко делюсь, и при том это больше с возрастом начало приходить. То есть раньше я людям не стеснялся показывать твой творчество вообще. Не стеснялся. А в последнее время я, ну, это, наверное, самокритика, как это развивается. И я парням-то не всегда все показываю. То есть бывают какие-то демки, мне в голове кажутся крутыми, но когда ты начинаешь петь при людях, даже при парнях на репетициях, кажется, блин, что ж я за гречку написал вообще? Непонятно. Аккуратно. Вот это вот сейчас за гречку написал. Нет, Лиза прекрасна. Слушай, ну, а потом как происходит? Постеснялся. Ну, она даже ее запускает дальше. Ну, если реакция хорошая от ребят с первого куплета, ну, все, я все сделал правильно, наверное, продолжим. Класс. Друзья, группа Провады у нас сегодня в эфире. Сейчас небольшая рекламная пауза. Вы, кстати, можете задавать парням свои вопросы. 909-928-189-9. Думаю, с удовольствием прокомментируют, ответят. Ничего скрывать не будут. Ватсап, вайбер, смс. Небольшая пауза. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, друзья, «Лучшая в стране» в студии Лизы Калинина. И группа Провады у нас в гостях сегодня. Только что еще одну композицию увидели, услышали. Вот она, любовь, ну, такая более грустная, что ли. Ну, может быть, не знаю. Как клип снимали? Расскажи. Снимали сложно. Это был первый... Это Юра, нас говорит солист. Да-да-да. Это было сложно, потому что нет сюжета в клипе. Мы на один момент отказались от сюжетных видеоклипов, потому что у нас не получалось. То есть, когда какая-то история идет, да? Как кино. Да, именно. Результат не устраивал. Ну, потому что мы не профессионалы съемок. У нас не было какой-то хорошей бригады. Режиссер я, там оператор мой кореш. И пацаны, простите за сленг, пацаны тоже там принимали творческое участие во всем этом. Те, кто играли в клипах, это все просто друзья, какие-то студенты вузов. Тружные парни, в общем. Все по чесноку в эфире. Как правило, когда ты снимаешь какую-то историю, ну вот буквально какого-то мелочи какой-то хватает, чтобы все пошло не так, и клип уже не смотрится. Ну, на мой вкус. Вот. И мы от этого отказались. Решили попытаться снять вот клип «Любовь», не привязав к сюжету, а просто снять какие-то сцены, которые бы показывали некую любовь. Атмосферу такую передавали. Именно. Вот. И в итоге мы потом запарились лепить этот клип, все это клеить, и для нас это было сложно. Но по итогу получилось вроде ничего. Ну, мне нравится. Не так, как весна, конечно. Весна мой любимый и земля. Фаворит. 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 Скажите, вот Сергей Юра, я так понимаю, Юра у нас сегодня ответственный, да, за ответы. У нас был недавно день рождения. Он просто без микрофона его просил. Он играет, понимаешь, он музыкой передает, гитарист передает музыкой свое состояние. Очень много артистов все время говорит о том, что нужен какой-то риск. Вот если ты чего-то хочешь, там, продам машину, сниму клип, вот нужен альбом новый, что-то продам. Вот как вы считаете, вот эти риски, они нужны артисту, чтобы как-то ценить свою работу? Ну, то есть вот нужно что-то такое сделать, сжечь мосты, чтобы потом пошел какой-то взлет? Или все должно быть достаточно ровно, стабильно? Да нет, сжигать ничего не нужно, во-первых. Просто музыка дело альтруистическое, 100%. И как любой альтруист, мне ничего не жалко. Но мы все прекрасно понимаем, что мы привыкли существовать на какой-то определенной платформе социальной, ну, в плане тех же денег. И ниже этой планки мы опуститься не можем. Вот как бы гори все синим пламенем ровно до этой планки. Но у каждого она своя. Понимаете, вот такое обед. То есть свое дно у каждого, да? У кого-то оно там поглубже, у кого-то повыше. Вот. Оно от года в год может меняться, опять же там. На это девушки влияют там. А, девушки, которые рядом. Своя Вика. На каком-то уровне дна. Вика, это какая-то, какая рядом. Вот какие запросы и потребности. Еще раз напомню, сегодня 17 августа Мометроль-бар будет в проваде. Будет весь в проваде. Будет весь в проваде. Девять часов в старт, концерт. Ну, какие-то предвкушения уже, ну, что-то ощущаете? Вы же недавно к нам с Чека приехали, да? Да, мы попробовали. Нет, нам понравилось. Я был в Мометроль-баре на концертах, но мы там ни разу не играли. Вот сейчас поиграем. Очень комфортная площадка с классным звуком и классным аппаратом. И экран там висит. И вообще и персонал дружелюбный. На самом деле, респект Илья Лугутенко за такое заведение. А волнение есть какое-то перед концертом? Нет, волнение вообще никакое. Серьезно? Ну, очень хочется просто выйти, бахнуть первую песню и поджечь сразу. А, то есть первая, и потом она уже пойдет. Мы вчера порепетировали, я уже все цитаты уже вчера прогнал, все заготовлено. Ребята будут терпеть мои уже глупые шутки во второй раз. Я тебе в зале буду так говорить, нормально, ладно, окей. У нас сейчас вновь небольшая пауза. Дорогие друзья, мы скоро вернемся. Группа Провада у нас в эфире. Будет круто. Когда на небе зажгутся ночью огни Стихнет ветер, и мы одни Я вижу космос Я вижу космос С юга-востока Меня ведут голоса Еще немного Закрыв глаза, я вижу космос Я вижу космос И мысли крутятся на языке Никто не узнает Не уместить их все в одной строке Ведь так не бывает Как ни крути эти планеты Связаны, расписаны Играют красками Мой космос Я вижу космос Как ни крути эти планеты Вернутся и где-то там Все еще теплится Это мой космос Я вижу космос Не покидая Живет в моей голове И наблюдая Парад планет Я вижу космос Я вижу космос Он уже рядом И дотянувшись рукой Его заряды Беру с собой Я вижу космос Я вижу космос И мысли крутятся на языке Никто не узнает Не уместить их все в одной строке Ведь так не бывает Как ни крути эти планеты Связаны, расписаны Играют красками Мой космос Я вижу космос Как ни крути эти планеты Вернутся и где-то там Все еще теплится Это мой космос Я вижу космос Субтитры создавал DimaTorzok Не крути эти планеты Связаны, расписаны Играют красками Мой космос Я вижу космос Ой, и мы видим космос Настроение у нас отличное Группа Паровада в эфире Напомню, солист группы Юрий Заслонов Гитарист Сергей Андрюшак Сегодня парни взорвут Мометроль бар И не только нашу студию Страна FM Они тоже подогреют Потому что сейчас прозвучит Потому что сейчас прозвучит еще одна живая композиция Юра, что сейчас исполнишь нам Исполните вдвоем Мы исполним вам позитивную песню Которая называется «Посмотри на небо» «Посмотри на небо» Хорошо, после космоса Сразу надо посмотреть на небо Вообще я считаю, что Позитивные песни Они не отождествляют нашу группу И мы исключительно Связаны со всем душным Грустным И плохим Я вот хочу тоже открыть такой секрет Нашим зрителям-слушателям Вот парни, когда смотрят свои клипы Постоянно травят байки Вот сейчас, допустим Юра рассказывал, что на съемках клипа «Космос» Он потерял ключи от машины И потом долго восстанавливал И рассказывал, как-то все было Я фанат Жени Белоусова просто Он самый ироничный артист из всех артистов Которые были у нас на сцене Ну понятно Ну что, ладно, давайте поем Друзья, прямо сейчас Уху! Погнали! Готово! На расстоянии из тысячи метров Друг у друга мы выпали из головы Мы позабыли Оставив позади дорог километры Дождливый Питер и огни Ночной Москвы Мы позабыли О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Летят года, посмотри на небо, просто посмотри на небо. На высоте обостряется память, сюжеты смазаны, испутаны все слова. Мы еще выше, и будет проще на земле все оставить, Касаясь этих облаков едва-едва, мы еще выше. Летим навстречу ветрам, и я тебя не отдам, мечтам. Меняя наши города, теряя что-то навсегда, Посмотри на небо, просто посмотри на небо. Сквозь пальцы время, как вода, секундами летят года. Посмотри на небо, просто посмотри на небо. Посмотри на небо. Ох, вау, я прям представляю, мумитрольбар будет в парах просто, понимаешь, медляк прозвучит. Зажигалочки, медленные танцы, класс, очень хорошо, прям супер, молодцы. Смотрите, у вас уже такой, ну, достаточно большой репертуар. Как вы составляете программу на концерт? Вот сегодня, когда готовили, что думали, вот будем это петь, не будем? Как это все происходит? Ну, у нас это очень смешно всегда происходит. А ты так смеялся, думаешь, что такого? Я спросила, чего смешного? Нет, нормальный, нормальный вопрос, просто... Спасибо, спасибо большое, парни. Да нет, серьезно, ну вот вы даже сейчас такие, ну что споем, что это, это, это. То есть такая гибкая программа, я так понимаю. Абсолютно верно. Есть просто ряд песен, которые мы должны сыграть, так скажем. Хотим сыграть. Есть ряд песен, которые мы должны сыграть, ряд песен, которые мы хотим сыграть, и ряд песен, которые мы вообще очень давно не играли. и, наверное, было бы прикольно сейчас вот эту. У нас есть такие песни, которые, на самом деле, очень многие люди любят, но мы как-то их постоянно игнорируем на концертах. У нас есть песня «Линия», есть песня «С тобой», и все время просят, 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 а мы не играем, но зато, когда мы их играем, как в этот раз, людям очень нравится. Мне всегда интересно, вот артисты, когда стоят на сцене, они вообще следят за настроением людей, то есть определяют какие-то лица, идентифицируют, либо, ну, в такой находишься абстракции, как-то вот в своих мыслях? Ну, это от момента зависит. Я вот... Да, у нас есть талисман питерских концертов «Парень в костюме тигра». Да, он ходит на все концерты и в костюме тигра. Он сменил второй. У него был сначала рыжий, а теперь у него появился белый. Я предположил, что это Линка. Ну, типа, как сезонность, как белка. Тешно. Ну, вы хоть и познакомились? Нет, я с ним говорю исключительно со сцены, всегда в зале. Но он такой, как свой чувак, он всегда стоит, такой, «Пацаны, я снова в костюме тигра, я тут все давай». Ну, понятно, может, он ждет встречи, познакомится, поболтает там с вами. Меня больше интересует вопрос, зимой он надевает его на пуховик или... Ну, а концерты, зимой, когда даете, конечно, приходит... Он в термобелье. В термобелье, конечно. В термобелье, японское термобелье. Так, парень... Так, я думаю, тигр нас слушает сейчас и смотрит. Может, это живой тигр, в смысле, шкура живого тигра. Он слушает и смотрит, но мы передаем им привет и... Я не знаю, как его зовут. Надо познакомиться, надо познакомиться. Может, и сегодня приедет, кстати, вы же не знаете? Мы пригласим его к вам. Спасибо большое. На страну FM. 17 августа. Уже сегодня концерт состоится группа Провадова в Метрольбаре. Так что, друзья, приходите, будет весело. Девчонки-фанатки уже пишут после концертов вообще? Ищут встречи? Да, да, но они не встречи ищут, обычно до концерта пишут, и так много просьб у людей. Ну, там, передай тому привет, что я ее люблю. А отвезите подарок моей подруге, у нее день рождения в Москву. У вас тоже программа по заявкам своя такая. Я поссорился с девушкой, мне нужно подарить ей 101 розу. Пожалуйста, скажи там, Оля, подними руку. Ну, я это сейчас утрирую, конечно. На самом деле, приятно это делать, потому что, как бы глупо это ни звучало, всегда находится момент, в который можно это все уложить и обыграть со сцены. И, как правило, когда вот такие мишные, мимишные темы происходят, это кому-то дарит цветы, признается в любви, там, чего у нас только не было. Там, с днем рождения поздравляет народ, это очень круто поддерживает. Вот как вчера, например, у нас чувак на концерте хотел подарить стул одну розу девчонке. А девчонка увидела, что он зашел еще до концерта с этими розами. Испалила. И ушла. Вот она дает. Ильина, что это за девчонка, да, и я говорю, там, Оля там какая-то, я не помню фамилию, Ильина у меня была записана, ты в зале, и молчание, и чувак стоит тупица, сто одной розы. Бедненький. И все такие, жалко, грустно. Он не ушел после концерта? Ну, что ты мне там написал, говорил, ну, это уже как-то все. Ну, ладно, мы его поддержим. Да, поддержим. Лиза Галинина в студии, друзья, и в гостях у нас сегодня группа «Правада». У нас еще один сейчас будет музыкальный подарок, финальный выход. Парни, что вы нам подарите? У нас тоже было два года, у нас день рождения. Я все это воспринимаю, как ваши дары нам в день рождения. Дары смерти. Ну, спасибо, рождение, точнее. Конечно. Что сейчас прозвучит? Я просто очень люблю Гарри Поттера, на самом деле. Прозвучит песня, которая называется «Конченная», мы решили сыграть ее, потому что... Нет, вся подводка предыдущая аннулируется, это вообще не к нам. И посвятить тебе, конечно. Спасибо большое, спасибо, спасибо, Юра. Это все исключительная ирония, ты прекрасная девушка. Спасибо большое, конечно, ты еще скажешь. Своё оправдание, да. Вот я это выложу, все инстаграм. Ладно, пойте. Ну все, ты меня засмешала. Да ладно, я шучу, шучу. Смотри, какой багрянец на щеках. Давай бомби. Раз, два. Девочка, с которой любовь возникает из ниоткуда. Я слышу о-о-ой, прямо за моей спиной, девочка, с которой любовь вечна у ожиданий и чудо. И я вновь волен только ей одной. Снова по привычке с ней историй полю, дичь и неприличия свелився к нулю. В сотый раз я постирал тот и номера, чтобы не набрать, чтобы пять по новой все не начиналось. О-о-о, кто тебя такую создал? О-о-о, признай, без званья. О-о-о, без ответа на вопросы. О-о-о, ты просто конченная. О-о-о, кто тебя такую создал? О-о-о, признай, без званья. Без ответа на вопросы Да ты просто конченая девочка, с которой огонь Та, с которой точно сломается любовь Лучше бы ей быть одной Девочка, с которой огонь Рано или поздно достанется другой И мне не найти покой Позвонила нафиг, нужно было молчать Меньше разговоров, больше будет скучать В сотый раз я постирал твои номера Чтобы не набрать, чтобы пять по новой Все не повторилось, о-о-о Кто тебя такую создал? О-о-о, признаю без вранья О-о-о, без ответа на вопросы О-о-о, да ты просто конченая О-о-о, кто тебя такую создал? О-о-о, признаю без вранья Без ответа на вопросы Да ты просто конченая Не важно, что ты там себе решила Не важно, сколько там ошибок было Не важно, где и с кем ты завершила Не важно, это не просто быть тобой Кто тебя такое создал? О-о-о, признаю без ранья О-о-о, без ответа на вопросы О-о-о, да ты просто конченая О-о-о, спасибо! Класс! Друзья, у нас остается буквально несколько минут Расскажите, какие планы, где вас ждать, где смотреть, где следить за вами? Сегодня смотреть нас в Москве Исключительно в Муми Тролль Баре Еще возможность есть попасть Хоть там уже почти саллаут Где-то, да, нету там билетов на электронных площадках Но я думаю, попадете, конечно Приходите, всех ждем Смотреть нас можно во всех соцсетях Конечно же, на Страна.фм и смотреть, и слушать Рады были быть у вас в гостях Приходите к нам на концерты Да, друзья, давайте так У нас еще буквально минутка Какое-то напутствие, совет для слушателей, зрителей Ну вот, да, какая-то рекомендация может быть Финалочка Хорошая, хорошая, добрая, светлая Блин, я же такой свой в обе Совет от тех людей, у которых каждый год меняется уровень дна То есть он повышается Да, повышается Планочка Да, будьте Занимайтесь творчеством Творчества очень сильно не хватает в современном мире у нас в стране точно Потому что творчество стоит в основе всего Чем бы вы ни занимались Будь то бизнес или написание песен В любом случае без творческой жилки, без творческого мышления Ничего не будет, поэтому отдавайте своих детей скорее во всякие кружки Развивайте это в них, да, и не забывайте об этом Это очень важно И что самое крутое, друзья, у нас после нашего эфира сразу будет композиция «Свети» Мне кажется, очень логично все И жизнеутверждающий Жизнеутверждающий, очень логично продолжить твои слова Друзья, спасибо огромное У нас в гостях сегодня была группа Провада Солист группы Юрий Заслонов Гитарист Сергей Андрюшак Сегодня, 17 августа Мумитролль бар Будет концерт очень крутой Там раскачаем Друзья, я же с вами тоже прощаюсь до понедельника С вами была Лиза Калинина Целуем И еще раз поздравляем всех С днем рождения стране ФМ Два года Смотрим и слушаем песню «Свети» Гори, моя безумная звезда Иногда Не оставляй меня на полпути Свети Там, видишь, небо льется через край Пускай Лови его и впредь не отпускай Давай Ярче, чем гроза Пусть будет громче звук Нас выше облаков под ним Миллионы Ближе, чем сейчас Не будет никогда И вот она, моя мечта Я с тобой Пока живут твои воспоминания Я с тобой Что бы ни случилось на пути Я с тобой Пока у нас двоих одно желание На водном Прошу тебя, пожалуйста, сплети Гори и пусть исчезнет без следа Навсегда Преграды остановок выйдет срок Звонок Неумолимо движется вперед Идет И будет неизбежен твой полет Но все Ярче, чем гроза Пусть будет громче звук Нас выше облаков под ним Миллионы И ближе, чем сейчас Не будет никогда И вот она, моя мечта Я с тобой Пока живут твои воспоминания Я с тобой Что бы ни случилось на пути Я с тобой Пока у нас двоих одно желание Об одном Прошу тебя, пожалуйста, свети Прошу тебя, пожалуйста, свети Прошу тебя, пожалуйста, свети Субтитры подогнал «Симон» Я с тобой Пока живут твои воспоминания Я с тобой Что бы ни случилось на пути Я с тобой Пока у нас двоих одно желание Об одном Прошу тебя, пожалуйста, свети Об одном Прошу тебя, пожалуйста, свети Свети Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Великолюч Корректор А.Кулакова